Всем привет! Хотите иметь развитую интуицию и хорошую память? Видеть истинную суть вещей, событий и легко находить решения в сложных ситуациях? Рассказываю про 7 лучших техник для гармонизации чакры третьего глаза – аджни. Несмотря на то, что все чакры нашего энергетического тела важны, баланс чакры третьего глаза особенно значим. Аджни-чакра – это энергетический центр, где поток энергии соединяется с потоком сознания. На физиологическом уровне аджни связаны с гипоталамогипофизарной системой, которая управляет работой всей нашей эндокринной системы. И с шишковидной железой, эпифизом, который отвечает за связь с трансцендентным. Поэтому неудивительно, что с санскрита аджни переводится как «приказ, команда, центр управления». Корень «жна» означает на санскрите «знать». Аджни также называется чакрой гуру. Именно в ней находится наш внутренний наставник или внутренний гуру. При хорошем контакте со своим высшим Я мы принимаем наилучшие решения и живем в потоке творчества и изобилия. Аджни связаны с такими качествами, как интуиция, мудрость, понимание и восприимчивость, внутреннее глубинное знание, память, образное мышление, сверхсознание и ясновидение. Если чакра третьего глаза не сбалансирована, то человек теряет смысл жизни, не понимает своих целей. Это вызывает повышенную тревожность, страхи, беспокойство, жизнь в иллюзиях. Может развиваться снобизм, чувство превосходства, гордыня. Или наоборот, ощущение своей несостоятельности, робость и неуверенность. Люди с разбалансированной шестой чакрой склонны избегать реальность и злоупотреблять алкоголем. Аджни очень часто находятся в дисбалансе у жителей мегаполисов. На физическом уровне могут развиваться головные боли, бессонница, болезни органов зрения и лор-патологии. Гармоничная аджни способствует высшему знанию, озарению, развитой интуицией. Помогает видеть любую сложную ситуацию со стороны непредвзятым взглядом и проникать в истинную суть происходящего. Как у каждой чакры, у Аджни есть своя биджа-мантра и своя янтра, визуальный символ. Медитируя на янтру и биджа-мантру, мы можем напрямую воздействовать на каждую чакру. Цвет аджни чаще всего определяется как темно-синий, индиго. В некоторых традициях фиолетовый. Чакра изображается в виде синего лотоса с двумя лепестками. Лепестки символизируют солнце и луну. Стихия шестой чакры – свет, биджа-мантра Ом. Гармонизация Аджни крайне важна, поэтому есть целый ряд упражнений и приемов, работающих с балансом Аджни. Один из самых быстрых способов сбалансировать чакру третьего глаза – это использование ароматерапии. Обонятельный нерв напрямую связан с гипоталамусом, поэтому ароматерапия особенно эффективна при работе именно с этой чакрой. Для того, чтобы сбалансировать шестую чакру, используйте качественные эфирные масла герани, лаванды, мяты перечной, базилика и розмарина. Ароматерапия помогает гармонизировать чакру на короткое время, и любой внешний триггер может снова дестабилизировать ее. Если вы хотите научиться уверенно работать со своими деструктивными психологическими установками и получать долгосрочный результат, я оставила для вас ссылку в описании в видео. Для того, чтобы Аджни пребывала в устойчивом балансе, очень важно осознать свое предназначение и посвятить ему свою жизнь. Без понимания своего предназначения, его реализации, все остальные попытки гармонизировать эту чакру не дадут полный устойчивый результат. Старайтесь прислушиваться к себе, замечать сигналы извне и от своего внутреннего гуру, особенно когда в жизни что-то идет не так. Также для гармонизации чакры третьего глаза я рекомендую следующие. Практики релаксации. Я много уделяю внимания в своих программах и в личной практике. Шавасана, йога-нидра, прана-нидра, шанмукхи-мудра. Некоторые из них доступны на моем канале. Дыхательные практики, такие практики как у джаи и разные вариации практики Нади Шотхана отлично гармонизируют Аджни чакру. Медитации. Самой простой медитацией для Аджни будет визуализация темно-синего цвета с концентрацией на точке третьего глаза и пропиванием мантры Ом на выдохе. Другую медитацию на Аджни вы можете найти на моем канале. Перевернутые позы. Они воздействуют на гипоталамы гипофизарную систему, а значит напрямую на Аджни чакру. Только не стойте, пожалуйста, на голове. Эта практика может привести к серьезным повреждениям шейного отдела позвоночника, протрузиям и межпозвонковым грыжам. Лучше освоите мягкий вариант випарита карани мудры. Пропивание мантр, особенно мантры Ом и занятие вокалом. Если вы носите камни, обратите внимание на аметист, лазурит, сапфир и флюорит.